Разбавитель для масляной краски Здесь у нас разбавитель для масляной краски. Кисточку не моем, не промакиваем. Только маканием берем жидкость для разжижения. Взяла жидкость, взяла белица, взяла голубенький, взяла желтенький. Основной цвет в картине зеленый. В разных направлениях, как бы балуясь кистью, плюс коричневый, как бы балуясь кистью, понаберешь все цветовые и тоновые пятна, которые ты видишь. Начнешь сначала с однородных, а потом уже в эту однородность будешь добавлять. И больше теплоты, вот такой, зелености, вот такой. И больше синевый. Сиреневый придет чуть потом, сначала вот таким способом. Смотри, розовый, синий. Сначала придет вот таким способом, сиреневизна. Вот так, штриховательно внутрь этого всего зеленого. Будет и чернявый цвет без белил. Вот такой. Ну, сначала зеленый, все поизбавится от белого. Не выкрашивая, смотри, сохраняя вот этот чиркательный, балованный характер. Хорошо? То есть организация пространства. Да, но только вот для этого. Для мастихина не нужно. Значит, это вышкребим чуть-чуть. Вышкребим чуть-чуть. И на это место упакуем нужные краснотики. Значит, все это белило, все лежит на столах. Доберешь себе. Прямо вот с таким жестом усадишь. Вот светик. Потом добавишь к светику желтоты. Сейчас у тебя белил нет, поэтому я то, что есть, возьму. Добавишь, будет светло. Добавишь, будет светло. А так, фиолетоватости, грязноватости цвета усадишь этому пятно. Светики белильные здесь, вокруг кувшина, насадишь тоже, как пятно для начала. Чтобы все по пятнам разобралось. Там краснотик, сбрило чуть-чуть. Как сохранить вот эти вот красоты? Не надо особенно сохранять. Но они у тебя и так есть, и, скорее всего, и сохранятся. Красноту чуть-чуть, только больше белил. Выдаешь себе белил. Хорошо? Вот они, накидаешь, накидаешь. Этих ребят накидаешь, 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 накидаешь. Потом пойдем дальше. Очень все хорошо началось. Любят густую краску, поэтому лучше теневым быть вот такими. Световые любят густую краску, им быть с густятинкой. А теневые пускай чуть-чуть будут. Правда? Да, вообще сразу. Не знаю, очень все хорошо. Смелости хочется, вот эти открытости. За этим приехал. Блок стоит, вот прям. Ну не вижу блока, не вижу. Не вижу. Внятно отделить. Внятно отделить. Вот она, идея света. Идея отраженностей. Вообще, как видишь, что-то лежащее на плоскости, сразу вспоминай, нельзя ли здесь дать идею отражения. Иногда она даже уместна, если в этой плоскости и не могло быть отражения. А все равно уместно. Просто потому, что все, что лежит на вертикали, сразу живет, красиво живет. Муть разбеленная. Вот смотрю мастер-класс. Как она зеленится? Так, значит, ноги этих ребят возьмешь. Ну, голубую надо. Коричневый, голубая. Вот такие, вот такие ноги. Вот такие. Вот пальцы. Пальцем очень вкусненько укладываются эти вещи. А на какой муть это берут? Муть-то не получилась. Ну, цвет, в смысле, еще не допроизошел. Не обращать внимания на форму. Не сидеть внутренне ее делать, а потом форму задать. Все, теперь приятно. Муть, увенчанная бликом, равно стекло. Поэтому, как только у тебя бликующие появятся, бликующие появятся, ну, как-то все и должно произойти. Чуть-чуть там... Я сначала придала форму, а потом начала внутри нее... Чуть-чуть, да-да-да. Кистью потом дополнишь рисунок. Да, преждевременно ты в форму. И сидеть. Видишь, она уже, да, формируется. Плюс еще бликовастие. А где-ка чувствовать грань? Где жидкость добавить? Не надо разбавить. Все, у тебя больше здесь разбавитель не нужен. Разбавитель у нас только в начале, в основном, участвует. Если ты часто пользуешься разбавителем в течение этого набора, то, конечно, он тебе мешает только. Так. Значит, тряпочкой. Не знаю, понравится тебе такой вариант или нет. Но мы тряпочкой чуть-чуть с тобой. Такие гигантские тряпки в руках лучше не держать. Делить их. Потому что она просто мешает работать. Возьмешь тряпку ленцию. Некой розочкой тряпочки. Чуть-чуть вот этих звуков. Вот таких. Крупных, густых. Крупных и густых. Хорошо? Киевский на стырках, конечно. Ой, вспомнила. Сентябрь, 25-23. Ну и синюшечку. И то-се. Вот они. Они сразу. Причем я не макаю только, да? Я делаю чивяк такой. Чирк такой. А достаточно холода? Недостаточно темноты. Ну, можно темноту подбросить и вслед. Да, вот. Синюшечку возьмешь. Нашвыряешь. Розовюшечку возьмешь. Нашвыряешь чуть-чуть. Прямо в это. Прямо в это. Густо. Соченько. Да. Потом еще каких-нибудь, может быть, кистью выкрутасиков сделаем. И готово. То есть уже в рамках этого чуть-чуть прорисовочек. Но не все подряд прорисовано. А как бы некоторые места. Четырехлистники сирени. Чуть-чуть, да. Кое-где, кое-где выявить идею рисунка. Но только кое-где. Намек. Да. Давай-ка. Подскажите, вот эту вот темень недостаточно. Нормальное, отличное пятно. Хотя можно мастихином или пятином? Я думаю, что мастихином сделаем, да? Многие из пятен, которые по ногам петни у тебя, сделаем кистью. Там нечего делать мастихину. Смотри. Особенно, когда у тебя краски появятся на холсте. Ой, на палитре. Вот такие суховатости. Лежачей кистью штрих. Вернее, это самое, а-ля перышко. Мазочек а-ля перышко. Нашвыряешь, чуть-чуть объедая передний план. Вот так, туда-туда-туда, понашвыряешь, понашвыряешь. Могу я лепсточки сделать потом? Потом. Все. Вот, теперь меня надо. Значит, по новому пятне тоже чуть-чуть. В том числе и здесь, лежачей к холсту. Кисть вот так, вот так. Лепку. Это ФЦ который, да? Ага. Получилось еще? Сейчас, сейчас, сейчас. Немножко мазочности не хватает. Чуть мазочности. Даже вот в этих чвяках не хватило мазочности. И у мастихина тоже чуть мазочности. Там еще не делали. Вот прикольно. И глубины-то нет. Потому что нет вот этой темноты. Каркас этот темный, он здесь хорошо все держит. Очень увлеклась простым чвяком. Ага, точно. Вот прям, все зачвакала. Нет, нет. А это надо было, конечно, сначала тряпкой сделать. Но просто, поскольку тряпка не выполнила свою задачу. Исправлять можно тогда. Я сейчас подчвякиваю. Смотри, с некоторой запятой мастихина. Ты не нашла картинку Букет. Смотри. С некоторой запятой. Прям поверх братики. Причем ты видишь, какая густота краски формируется. Выразительная, да? Такая мощная. Да, и цвет-то шикарный. Вот подскажите, как это разводить. Смотри, как они пританцовывают. То есть, опробуй вот эту идею пританцовывания. Я. Ух ты, видишь. Очень хорошо. Там у нас ждали. У нас не получается. Скоро набрать, ну, горычек. Угу. Нашли? Так, там, видите? Очень хорошо Видно, что ты в двух шагах От хороших результатов Чуть-чуть вот этих Технических трюков Ну, скажем, вот тряпкой не справилась Все-таки Это должно было быть Вот такая какая-то Розочка из тряпки Розочка из тряпки Зачерпнула вещества И чуть-чуть вот с таким Вот с таким Ты понимаешь? Смотри, с запятой тоже Так же, как я сейчас мастихином с запятой Так же и здесь Только все время добираем С запятой Хорошо? Только вещества теперь Давай так А потом Вот это вот я не буду сейчас тыкать Это уже прям конечное Здесь можно и не тыкать Вот такую живопись уже можно и не тыкать Просто если бы мы хорошо бы начвякали тряпкой Можно было бы дотыкать Но это надо сбривать Опять чвякать Зачем, когда мы по-другому ходу сработаем Да, макушечки только беленькие И потом кое-где Ну можно чуть-чуть Да, чуть-чуть Ага Ты одну просьбу тогда Вот с этим Я никак не разберусь Ну смотри Чуть-чуть вот змейковидные А муть Белого хватит или еще все-таки делать? Муть и нет Муть она вот Ну и белил нет А потом уже отсюда белилами отсечешь Муть и не хватило Ты сильно увлеклась Ну смотри Вот сейчас появилось мутное пятно И оно звучит Палитру периодически надо освобождать От такого количества Мутное должно быть Вот такое Мутное У меня вот такая зелень не получается Скажите, какие цвета смешивать? Ну щупать надо Щупать Понятно, пробуйте Я что-то в зелень ухожу Там сложный цвет, поэтому Ну так и не обязательно Не обязательно, чтобы у тебя Идеально был тот цвет Потому что Он нравится травянистый Ну красивый Желтиночки там видно Наверное Но ради этого Чтобы не пострадала Форма Идея мутности Потому что так можно Ковырять, ковырять этот цвет И так его и не найти А остальное потеряет свое звучание Вот они мутности А поскольку их очерчивает Жесткий характер То эта мутность начинает играть Согласна? Да От того, что ее жесткий характер Очертил Отлично Вот, что касается этих Лепестоников Возьмем что-нибудь Ну что-нибудь кистевое Возьмем И чуть-чуть С выкрутасами Накидаем Хорошие звуки Вполне Просто чуть-чуть Острот Кончиков Вот таких Чтобы здесь белые штришки Остротнее Там красивые эти Острости Хорошо Но тем не менее Очень живая работа Очень живая Немножко много листьев И нет полутона в листьях То есть там же есть листья И посветлее У тебя все Только темные Точно Точно Вот такие Идея Ромбика Да Высыплелась Картина Ага А ну при мне Сильно не бей Деликатенько Как ошпаренное Как ошпаренное Движение Вот такое Смотри Как ошпаренное Как ошпаренное Сильно глубоко Не вбивай Хорошо Значит не вбиваешь А такое Как ошпаренное Вот так Играем Да 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 Сколько здесь тонут Я так думаю Что у меня размазалось Очень старалась Я поиск раз возвращалась Очень Очень Невкусно Звучат Такие Косматые Проявления Тона Вот смотри Я сейчас разделю На свет Тень Без этих Косматостей Вот смотри Вот он косматый Вот он косматый А вот он Две тональности Почти равные Друг другу И почему-то Они звучат Выгоднее Да Живенько Живенько Чем Вот этот Вот этот Чвяк белого Который мы Вечно Вот так Хоть хотим По краешкам Вот так Насадить Не звучит Он же С розовизной И все в порядке Не знаю Ну чуть-чуть Чуть-чуть Разве что Он же с розовизной И все в порядке То есть Смотри Он все равно Светлый А вот этот Не светлый Это с чумазой Да? Да Мишанина Вот Еще чересчур Чересчур Переборщила Густоты Краски В этом пространстве Ох Как я старалась Все-таки Это дальний план И там Не нужен Такой густой Он должен быть далек А густота Она приближает Там все Бледновато Размыто Не напряженно Вот оно Точно Я бы Как размыто Получилось Плюс Светлые Мазочки Которые Там мигают Но ничего Никакой Сверхфактуры Сверхфактуры Там не должно быть Хорошо? Сразу уехал Значит Белю выдави И сбей Напряженность Именно этого места Ну Я бы такой Что и вот эти Позбивал бы Слишком они Раскричались Вся картина Равномерно Не должна быть написана Сейчас у тебя Что здесь Что здесь Что здесь Одинаково написано А вот так Вот уже Нормалек То дальник Это передник Давай То есть это твой личный произвол Там этого и близко нет И не нужно Короче стараюсь Вокруг одного Состояния находится Вообще к моему приходу Желательно Чтоб краски были Ну и как бы Палитра хоть в каком-то Есть В порядочном состоянии Чтоб было Ладно Давай Выдари Я потом Где ты это увидела Где это увидела Да-да-да-да Ошпаренные Теневые Посъедала У тебя на какой-то момент Была очень симпатичная Картина Причем практически Тобой писанная Ну Ты Я вижу У тебя есть Способность Умучивать Берегись Такой способности Где теневая Теперь дошла Тень Снизу Сверху Минимум Без этих теней Это все Не Не работает А я не Мучаю Ага Уже просто Копошилась В картине Вообще Свет Тень Это первое Что нужно увидеть И последнее Чем должно Это все Закончиться Выраженность У света И тень Никакие Другие Никакие Технические Навыки Не помогут Если не видишь Если не обращаешь Внимание На главное Главное Это свет Тень Вообще Да нет Не в этом Просто Поставить для себя Задачу Свет Тень В первую очередь Все Художники Классики Все В один голос Своим Ученикам Говорят Одну и ту же мысль Что работа в тоне Важнее Чем работа в цвете А работа в тоне Это оно и есть Вот Свет Тень Видно Очень важный Раз Такой Пчих Перекопошило Где ты эти белые Увидела Ну где Но там такая Красивая Мгла Нет Надо уже Писать Писать Каждый Сантиметр Картины Забомбить Краской Зачем Да В ожидании Вас Разноточна Нет Нет Ничего Уже Узбитого И не слишком Явно Да Но виноват Не я Не в ожидании Это я В ожидании От 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 Суетности Вместо Чтобы посмотреть На картиночку На картиночку Вообще Отойти Посмотреть Подумать Теневые Не любят Густую Краску Помнишь И туда Фразу Все-таки Переборщила Густоты Согласись Так классно Когда ее мало Выбрить Выбрить Периферия Поспокойней Давай наверное Чуть-чуть Подложим Вот этого Чтоб Появилась Ясность Того Что там Внизу Творится Потому что Внизу Сейчас Не весь Что Творится А так Хотя бы Будет Сирень Валяться Согласна Теневые Любят Густую Краску Помнишь Теперь Мантру Раздавлено Мутно И оно Сразу Становится Там Оно Сразу Не участвует В игре А только Дополняет Еще Есть Такое Понятие Как Свет Из-под Теневой Из-под Теневых Проявлений Белый Модуль 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 Приготовил Свет Ага Мастер-класс Смотрю Мастихином И с разбавителем Сейчас уже нет смысла Нет Просто Я Скорость Просто Я Кистью Работаю Быстро Итак Свет Из-под Теневой Всегда Создает Эффект Пространства Когда На этот Свет Вышли Листики И Жестко Заслонили Появился Появился Воздух Из-под Теневой Который Создал Идею Пространства То есть Свет Из-под Теневой Нужен Свет Потом Течь Цвет Из-под Теневой Он Всегда Выдает Эффект Предметов Пространства Может быть Жестковатая Толения Чуть Чуть Собьем Кстати Тихо Село Неплохо Ну что-то Такое Ну Гуляешь Немножко Вокруг Тихо Тихо